Я родилась в Псковской области, в городе Невель. Окончила там среднюю школу, и после окончания средней школы поехала поступать. Куда поступать, это решала моя мама. Вот опять я говорю не то. Там, где я родилась, где я окончила среднюю школу, это очень маленький провинциальный город Псковской области, который, ну вот сейчас можно даже сказать, как по-русски, захолустье. Это очень низко. Ну, школьные годы, как всегда, эти очень веселые, хорошие. Туда я приезжаю до сих пор. Это, но когда я приехала в Тарту после этого, я уже отсюда уезжать не хотела. Потому что это глубинка российская, маленькая она. Ну, просто молодежь стремится туда, где лучше, красивее, спокойнее. И жить я там не хочу. Я хочу здесь жить. Поэтому я учила эстонский язык. И здесь и замуж вышла, и родила ребенка, и все. Ну, наша сестра в это время кончала эстонскую сельскохозяйственную академию в городе Тарту. И она предложила мне тоже поступить на курс, на факультет механизации сельского хозяйства. Потому что она знала, что я очень люблю ездить на велосипеде, на мотоцикле. В общем, это техническая профессия такая. Я пришла, приехала, поступила, окончила. Вышла замуж и осталась здесь в Тарту, где и живу до сих пор. Никуда не уезжаю, только по туристическим путевкам. Я уже объездила 48 стран. И мне очень нравится путешествие. Раз, пожалуйста. Хорошо. Да. В нашей семье 4 сестры. Вот старшая сестра, которая позвала меня поступить в Тарту, которая кончила в 64-м году, в настоящее время живет на Украине, в Одессе. Я живу в Эстонии, в Тарту. Третья сестра живет в России, в Невеле. А четвертая сестра живет в Витебске, в Белоруссии. Вот нас в свое время жизнь раскидала. Кто где учился, где кто женился, где что. Но, значит, мы общаемся. Но общаемся как-то очень односторонне. Я к ним приезжаю, а они ко мне нет. Обидно маленько, но ничего. Там уже просто свои проблемы. Город Тарту изменился. Город Тарту очень изменился. Ко мне раньше приезжала сестра, вот она смотрела, она тоже знала это. И когда она приехала через 15 лет сюда, она увидела, что очень изменилось. Я говорю, да, центр вообще не узнать. Вот этот музей очень хороший. Там все изменилось. Я не знаю, что там не изменилось. Там, ну, академия, в которой я стояла, училась. Это не изменилось. Оно как стоит, так и стоит. Университет это такой хороший. Что люди не изменились тоже. Нет, извиняюсь, люди изменились. Раньше был студенческий город. Было много лет молодежи. Потому что, как я знаю, по-моему, из 10 человек 8 или 7 было студентов. И идешь по городу, что мне нравилось раньше в Тарту. Идешь, вот идет. Я иду в зеленые шапочки. Другой идет в голубой шапочке. Это университет. Другой идет в бордовой шапочке. Это железнодорожная техника. Другой идет в белой шапочке. Это музыкальное училище. Вот это, вы знаете, это вот такое первое ощущение, когда я приехала в Тарту. Вот это, что ты можешь людей определять, вот откуда он, какой он. Сейчас шапку я одеваю один раз в год. Когда хожу, ну, как у Тулек у нас бывает, знаете. Но, с другой стороны, обслуживание, строительство, красивые дома. Это очень, очень, ну, благодаря вот вступлению в Евросоюз мы имеем вот это преображение города Тарту в современный красивый город. Мне нравится Тарту, и я не собираюсь отсюда уезжать, потому что в этом городе я живу уже больше полвека. Страшно сказать это, но это, конечно, так. Я сюда привыкла. И особенно здесь чистый, спокойный город, равновешенные люди. И если посмотреть, что сколько мне лет, то старость хорошо встречать в как раз таком маленьком, уютном, зеленом городке. Ну, чем в таких мегаполисах. Даже Таллинн у меня по-своему. Туда можно съездить, посмотреть концерт, туда все. Но Тарту лучше всех город. Лучший город земли. Как сказать.